В зале районной администрации состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На встрече обсудили ряд насущных проблем. В первую очередь работу жилищно-коммунального хозяйства по улучшению водоснабжения в районе, в частности в Северском, Ильском и Черноморском поселениях. Крюковский водозабор обеспечивает водой до 70% жителей посёлка Черноморского и 30% жителей Ильского. Но предприятию необходима модернизация. Это предприятие, которое действительно требует не то что текущего, а капитальнейшего ремонта. И моё мнение, надо начинаться с магистрального водопровода, чтобы мы все эти потери, которые имеются, к сожалению, ликвидировали. Далее, по моему мнению, надо заниматься восстановлением тех скважин, которые на сегодняшний день не работают. Вот. И всё-таки думаю, что сразу мы всё не одолеем, но поэтапно мы придём к этому, и Черноморское и Ильское должно быть с водой. У вас сколько денег нужно, чтобы работа водозабор нормальной, несмотря на... Отвлекаясь от порыва. Вот техническое состояние скважина. Что требует, чтобы оно было удовлетворительным хотя бы? Какие деньги требуются на это? Вы считали, смотрели? Я думаю, что там не менее 150 миллионов, если не больше. На заседании затронули проблему водоотведения в северском сельском поселении. Хорошо, скажите, почему сейчас не соблюдается технический регламент на существующих очистных? Вот отсутствует паспорт объекта. Нет, хорошо, я вас не спрашиваю, почему. Как вы планируете это исправлять? Есть консессионер, который занимается поставкой водоснабжения, занимается водоотведением. Буквально на этой неделе мы встретились с рабочей группой и депутатами нашей, инициативной группой, и консессионерами напряглись в том, что мы организуем выездную группу, проверку, посетим эти обозначенные объекты, запросим всю документацию, которая у них есть. Чего нету, будут разрабатывать, будем контролировать. Я думаю, только таким образом. И, кстати, еще по сетям водоснабжения, водоотведения, они у нас есть, разработаны, размещены на официальном сайте северско-сельского поселения. Отдельно на заседание совета обсудили меры по предотвращению несанкционированных канализационных сбросов в реку Убин в районе Северской ЦРБ. В конце июня в нее поступили тысячи кубометров неочищенных стоков с канализационной станции, принадлежащей ИП Иванченко. Александр Ильич, можно было это все предусмотреть? Вы же не первый год там работаете, не второй, не третий. Можно было это все предусмотреть? Я уверен, что у вас дома есть эта станция, которая сразу переключается и подает вам свет. Почему такое отношение? Здесь как я могу людей обвинять? То, что они беспокоятся о природе и о воде. Ну как вы? Как объяснить людям, детям, старикам, которые эту вонь нюхают? Как им объяснить? Это первое. Второе. Я вас предупредил, позавчера, когда я объезжал, значит, забирайте эту подстанцию на месяц. В течение месяца покупайте и ставьте себе, чтобы я больше не слышал, что в Убин какие-то нечистоты поступили. Я лично прокуратуру подписал вместе с Деточкиным письмо по поводу 22-25 года. Будьте готовы, что вас туда пригласят и потребует объяснений, как выдавали команду в зале, снять ли его. Участники заседания рассмотрели итоги проведения независимой оценки качества строительства нового модульного здания начальной школы номер 43 Станицы Северской из-за появления воды в цокольном помещении школы. По результатам экспертизы подрядчик должен исправить нарушения. В июне месяце в рамках выполнения своих гарантийных обязательств подрядчик устранил наличие каверных дефектов в местах запряжения стен цокольной части и была произведена доработка по гидроизоляции деформационного шва. Они проводили, они штробили этот шов, они выполняли гидроизоляционные мероприятия. Это все выполнено. На сегодняшний день мы мониторим ситуацию по нашему цокольному этажу. И уже исходя из того, как будет развиваться ситуация, когда у нас будут осадки выпадать и будет ли необходимость обустройства дренажной системы, дальше мы уже будем тогда смотреть, насколько она нам будет нужна для дренажной системы, потому что обустройство самой дренажной системы это тоже очень высокозатратное мероприятие, учитывая размер этого здания, но и то, что оно находится в самой низшей точке, глубина дренажной системы должна быть достаточно серьезной. В рамках заседания совета обсудили подготовку вхождения школы номер 43 станицы Северской в программу по ремонтным работам объекта культурного наследия, атмосферные выбросы в поселке Афибском и перебои с подачей электроэнергии в районе.